Ты где находишься? Ты где находишься географически? Географически в Америке, в Коннектикуте, это восточное побережье, где-то 300 километров от Нью-Йорка на северо-восток. Вот я тебя сам попросил, давай запись сделаем, а ты говоришь, ну они же меня не могут сравнить, какая я бываю в хорошем настроении, какая я сейчас, я говорю, но сейчас я как раз тебе отвечу на этот вопрос, а дальше мы пойдем по Чинске Михаилу, что ты хотела сказать. Вот послушай, я когда настраиваюсь, допустим, выступить с людьми, бывает много незнакомых людей, ты не знаешь, как тебя воспримут и так далее, и ты стараешься думать, как же говорить, и напрягаешься, и накручиваешься. Вот поэтому я всегда всем рекомендую в нашей школе три доминанта иметь в голове в этот момент, когда нужно выступать. Первое. Мне от вас ничего не нужно. То есть я человек свободный, я вас не нуждаюсь, я просто хочу поделиться с вами тем, что я знаю. Кому это нужно восприметь, кому это не нужно переключиться и не будет слушать. То есть я свободный. Первое. Мне от вас ничего не нужно. Второе. Я на самом деле очень добрый человек, я вас всех люблю, на самом деле, иначе бы чего бы я выступал. Понимаешь? Это вторая доминанта. Я вас всех очень люблю. Да, это... Это очень интересно. И поэтому, когда ты вот с любовью начинаешь... Это у нас наука человечности, мы сейчас отрабатываем разделы, и как раз ты к этому относишься. Когда ты вдруг понимаешь, вдруг понимаешь, что в условиях неопределенности, когда ты не знаешь, как воспримут, как встретят или что будет, ты начинаешь сама себя накручивать. Начинаешь накручивать, и между тобой и людьми стена, и ты начинаешь напрягаться. А когда ты вдруг вспоминаешь, да это же все люди, люди, мы все одинаково устроены, мы все страдаем, мы все любим, мы все переживаем. Мы же все люди. И вот эта вот наука человечности как раз-таки о том, чтобы помнить, что мы же люди, и у каждого есть свои проблемы, и ничего тут такого нет. Самое главное быть искренним внутри себя. Внутри себя искренним, да. Вот я понимаю, допустим, что я не очень хорошо выгляжу. Ну, допустим. Я понимаю, допустим, допустим, да, что у меня же есть ролики, где я лучше выгляжу, где я хуже выгляжу, а новичок пришел, допустим, посмотреть, и не знает, что я могу лучше выглядеть, понимаешь? И вот я, да, бог с ним, пусть посмотрят другие ролики и увидят. Ты понимаешь, у меня был ролик, когда мне было, ну, 20 лет назад, может быть, я был очень, у меня 100 килограмм было. 100 килограмм, я был такой, мне там кто-то написал, а мог бы животик свой прибрать, прежде чем учить кого-то, понимаешь? Ну, мало ли какие, вот как я на них, я говорю, посмотри потом на меня, через некоторое время, да, и вот теперь он может на меня посмотреть, и у меня ни животика нету, ни чего, и на то есть. Наверное, уже три. Ну, и третье, и третье, значит, стена отчуждения, надо ее убрать, потому что мы все люди, и третье, значит, я солнце, я солнце, у меня в книжке, я не знаю, ты смотрела эту книжку или нет? Я нет, не открывала, я, конечно, знаю, что книги существуют, но просто я не знаю. Нет, это другая, это ранее, это 96-го года, защита от стресса, то здесь очень важная надпись вторая, как сохранить и реализовать себя в современных условиях. Современные условия, они всегда в современных условиях, как сейчас, всегда неопределенно, всегда что-то непонятное, не всегда современное. Как сохранить ее, это мы научаемся снимать лишнее напряжение, это стресс, выходить на самого себя, а человек по природе творец, каждый из нас, и когда он выходит на самое себя, на свой, так, геном, так сказать, творческой сущности, вот, я поэтому о себе говорю, я солнце, и там в этой книге у меня написано, я солнце, да, и так себе внушаю, значит, три вещи я себе внушаю, да, что мне от вас ничего не нужно, я свободен, второе, я вас всех люблю, потому что мы все люди, и мы все страдаем, переживаем, и все любим, и имеем свои проблемы, недостатки, и что здоровье это не отсутствие недугов и недостатков, а развиваемая способность справляться с ними, да, и третье вот это, я солнце, скажи себе, я солнце, и там у меня написано, а может быть вы подумаете, что я так себе говорю, я солнце, ты что из себя представляешь, что ты так себе говоришь, а что лучше было бы, если бы я думал, что я серый камень, который лежит на дороге, конечно, конечно, я солнце, ну вот ты солнце, я посмотрю на тебя, ты солнце, да, и вокруг тебя вот даже интересно, я тут хорошо устроилась, у меня там все светится, да, и там такие вот у тебя как... рафинирожки, корона такая, корона такая, интересная, ну а ты зеркала, конечно, симпатичные, очень симпатичные, очень симпатичные, да, ну давай поговорим о чем с Хэм Михаилем, ты говорила, что там, ты посмотрела, значит, и он выступал и на отдельном ролике, когда с очень хорошим выступлением, там субтитры, там на русском языке, и отдельно, когда он был в Москве, выступал, и ты сказала, что ну не так много он там выступил, как хотелось бы, вот, и сказал про творческих людей, что ты сказала? А, ну там он много говорил, там же он все про творчество говорил, он начал с того, что он может рассказывать про эту тему почти две недели, а ему дали всего полтора часа, и начал он с того, что есть большое творчество, есть маленькое творчество, то есть маленьким творчеством мы делаем каждый день, это хороший, как правильно, как по-разному можно приготовить утку, или там курицу, как по-разному можно написать что-то там статью, что-то сделать вот в обычном нашем обиходе, который мы делаем каждый день, и вот эта вот креативность, она тоже порождает творчество, то есть порождает развитие музыка, но самым большим вот развитием, это когда самое большое творчество, это когда развивается дефолт-система мозга, и вот он про это больше рассказывал, когда в такое вот именно большое творчество, которое социум признает как уникальное, ну как оцененное, как необычное, не повседневное. Самое интересное, он сказал, что люди, которые создают такие вот специально одобренные шневры, они сами по себе не очень интересны, ни в беседе, ни в обычной жизни, потому что они занимаются только тем, что им нравится, и разговаривают только на узко свою любимую тему, то есть у них нет широкой... Погруженные в свою... Да, они имеют все составляющие для того, чтобы развиваться гораздо быстрее, чем мы вот имеем, так сказать, очень много точек доминантов, очень много доминантов в день, потому что мы и общаемся, мы и приходим, и все, заботимся о себе. Еще про творчество он рассказывал, то, что был эксперимент в Швеции, они поставили эксперимент в ядерной, как это, эморай, да, называется, то есть там, где сканируется активность коры головного мозга, они повродили около 20 исполнений от музыкантов, и просили их сыграть мелодию по нотам, а потом сыграть импровизацию. Так вот, что самое интересное было, что по нотам они играли, и активность головного мозга была в одной области, а когда они играли импровизацию, она была совершенно в другой. Потом они просили эту же импровизацию еще раз сыграть, и она уже была гораздо более, совершенно в другой области, но гораздо более активнее. То есть это давало возможность в том, что человек уже после первой империдации он раскропощается после нот и дает еще усилие, более сильный эффект именно в системе дефолта, в дефолт-системе мозга. Там, где мозг может концентрированно создавать, ну как он сказал… Мы о дефолте потом поговорим в отдельном ролике. Надо создавать модели, модели, которые бы он хотел, творческие модели. Что еще? Еще интересно было то, что по его наблюдениям, у людей, которые… Да, у этих музыкантов, у них активность в Амарае была где-то вот здесь, очень сильные цветовые эффекты были на височной долгности. И также он сказал, что было замечено, что люди, у которых есть не то что отклонения, а сильно развитые оба гендерных признака. То есть, например, женщина с мужским мышлением и мужчина с женским мышлением. Женщина с мужским образом поведения – это не обязательно физическое развитие, а именно образ поведения. И мужчина с женским, таким более феминистическим, более мягким. Что вот именно у таких людей очень сильно развито творчество с большой буквы. Они могут совмещать. Вот я вот, например, пошутить могу, да, пошутить могу? А нет, ну конечно. Например, мужик вообще-то крутой, крутой. Кому надо, он знает. В самом деле, душа у меня женская. Да, я очень добрый, я очень трепетный, я очень трогательный. Вот я, например, смотрю, как дети играют иногда вот в Ютубе, смотрю там, какие голоса, как они поют. Вот эти дети у меня иногда даже вот, как говорится, скупая мужская слеза. Ну трогает, трогает. Ну я мужик, но душа у меня женская, видишь? Это о том там речь или о другом? О том говорится, что у этих людей гораздо больше и разнообразно сильное, большое творческое начало, чем у людей, у которых только один признак выявленности. Ну только женский или только мужской. То есть вот то, что сейчас, вот это идет перемешка вот этих полов, оно не всегда плохо. Если человек себя может контролировать и оставаться в своем, так сказать, своей ипостаси, но пользоваться тем, что у него есть что-то дополнительное, то это дает ему возможности, шансы и бенефиты что-то создавать. А если он идет по пути, так сказать, наклонной плоскости, просто потребляя, то это превращается в обычного транссексуала или... Хочу уточнить, уточнить хочу. Ну я, как каждый человек, каждый человек судит по себе. Вот раньше, например, мне всегда было интересно, как девочка устроена. Я все время думал, наверное, это моя какая-то патология, или это какая-то у меня вздвинутая связь. Почему я все время девочка интересуюсь? А потом я понял через некоторое время, так это же хорошо, значит, мужик. Конечно, это тоже. Но это даже значит, что у вас и женская сторона, у нас же в каждом есть и женская, и мужская половина, да? Просто одна больше, другая меньше. Поэтому мы принадлежим к какому-то полу. Это значит, они у вас развиты достаточно сильно оба, и у вас и одна система прорабатывается, и другая. Мы же их всю жизнь прорабатываем. Я, например, уже прорабатываю систему мужскую. У меня очень много по этому проводу комплексов, и я постоянно наталкиваюсь на проблемы с общением с мужчинами, чтобы что-то в себе такое... А что я же прорабатываю? Что это значит? Ну мы же все уроки проходим, мы же живем, и все наши проблемы – это то, чтобы нам что-то понять, что-то в себе исправить. Ну да, например, что значит? Я все время прорабатываю либо то, либо другое. Ну вот, например, я прорабатываю, все время думаю о женщинах, а ты все время думаешь о мужчинах или наоборот? Это не проблема. А у меня проблема. У меня очень ладится взаимоотношение с мужчинами. Это проблема. То есть где-то в моем дефолт-мозгу моя реконструкция мужчины имеет какие-то блокировки, какие-то неправильные ошибки. То есть то, что я... Ты не можешь представить себе мужчину, что ли, или что? Что ты думаешь? Не то, что мужчину, а как я должна его прочувствовать? А как ты можешь? Никак ты его не прочувствуешь? Ты же женщина. Ну как же, если мужчина может прочувствовать, она же должна чувствовать. В любом... Все, что ты видишь, все, что ты, так сказать, ощущаешь, ты все-то можешь прочувствовать. Я же себя женщине не чувствую. Я просто чувствую себя добрым. Но вы чувствуете женскую энергию. И она у вас отзывается. Правильно, в душе есть отзыв. Значит, у нас есть вибрации на женской волне тоже. А у меня вот только на мужской. У меня с мужчинами... Ну с мужчинами я, в принципе, лажу, но вот... Да, я даже не знаю. В общем, проблема такая. Я даже не знаю, как это все рассказать. Именно взаимоотношения проблемы имеются. Это очень многих женщин заинтересует. Я знаю, но я вот сейчас конкретно вам... Я хочу уточнить. Во-первых, когда ты говоришь... Я, если душевный человек, люблю говорить о таких вещах, там доброта, любовь, там поэзия, музыка. Ну, к примеру, да? Значит, у меня душа женская. А может, это не женская, а вообще человеческая. Вибрация – эмоциональная, хорошо развита эмоциональная база. Но она обычно развита у женщин. Женщин. Больше развита, да? Интенсивнее развита. Это ваши громадные беницы, потому что вы можете чувствовать и как мужчина, и как женщина. Это же громадные большущие шансы в познании и в ощущении мира. Да, очень здорово. Ты меня успокоила. А теперь второй вопрос. Второй вопрос. А ты не можешь что? Вот я хочу понять. Ты как женщина не можешь что? Ты говоришь, вот я прорабатываю. Что ты прорабатываешь? Я прорабатываю в отношениях с мужчинами. Потому что у меня, я все время попадаю с мужчинами в отношения жертва и палач. Кто палач? Ну, мужчин, естественно. Не я. Ну, это просто так называется. Психология есть такое, вот взаимоотношения в отношениях. Например, маленький пример какой-то. Даже не твой, даже не твой, а любой. Хоть и с книжки какой-то, любой. Ну, вот, например, если мужчина на чем-то настаивает, а мне это не нравится, то, как я говорю, лучше я промолчу и сделаю, чем я ему скажу, что мне это не нравится. Вот это вот самое, так сказать, жертвенное поведение. То есть женщина не хочет высказывать. Если он тупой, а ты хочешь с ним сохранить отношения, значит, ты не должна быть искренней. Потому что если ты будешь искренне прямая, как дурак, как правда, ну, так вы пошаритесь просто. Конечно, почему? У меня проблемы есть. У меня умник не пи. Я не умею находить, вот, отстраиваться под отношения с мужчинами, чтобы сохранять мир. То есть они у меня все время как-то доходят до определенного точки терпения. Ломаются и исчезают. Хочешь сказать, что ты более женственная, и от этого ты страдаешь. Потому что ты не встретила мужчину, ну, к примеру, ты, да? Не встретила мужчину, который по уровню развития масштабнее, с большим пониманием. То есть ты просто с таким не встретилась, да? Ну, это может быть вполне... Ну, я ведь не сравниваю по уровню мышления. Я сравниваю по женской чувственности, понимаете? То есть я как женщина должна его прочувствовать и просчитать, как я должна себя вести, чтобы был мир. А у меня этого нет. У меня это именно... Ну, если вы не сходитесь, как ты можешь это прочитать? В смысле, не сходитесь или сходитесь? Не сходитесь по типу личности. Ну, тогда я с опасения не буду иметь ничего общего. Значит, что-то уже есть, между нами что-то уже держит, если я, например, с ним нахожусь вместе. Нет, ну, она держит интерес. Может быть, у него какая-то часть интересный мужчина, допустим, перспективный, как женщина думает. Она же свои мечты с ним связывает. Она его любит не потому, как его любит, а она любит свои мечты, которые как бы за ним стоят в реализации. То есть она любит себя в своем этом уже развернутом будущем. А мужчина для нее в этот момент, как вот этот самый осуществитель этого. И она поэтому его любит. Если она вдруг узнает, что за этим мужчиной для нее никакой перспективы, абсолютно нет. Она еще и подумает. Ну, это да, если живешь своими вопражениями, фантазиями. Ну, да. Но очень часто, я сколько раз влюблялся. Ну, что там говорить. Я же взрослый человек. Много раз влюблялся. А потом время проходит, и я смотрю на старые фотографии. Она совсем не так, как я себе воображал. Ну, да, да. Оказывается, она не так ходила, не так стояла, понимаешь. И нос у нее не тот, как я тогда видел. Я же был влюбленный. И у меня все окрашивалось божественным светом, идеализацией. Да. И вот теперь я смотрю через годы на эти старые фотографии. На одну, на вторую, на третью девушку. Вот три девушки. И смотрю. Совсем не те, которых я видел. И они уже не знают, да, в душе ничем? Нет. Ну, вспоминаю я свои отношения. Я к ним хорошо отношусь. Я говорю влюбленности. Ну, понятно, да. Да. Я не живу, да. Но они другие. Вот же в чем дело. То есть я любил, оказывается, свой образ. Я идеализировал. Силу себя. Вот как раз Курпатов про это и говорил, что мы создаем свою реконструкцию человека, в принципе. Мы же не можем конкретно человека знать, да. Мы свою реконструкцию создаем и имеем с ней дело. А потом оказывается, что человек к этой реконструкции, в общем, мало, так сказать, имеет отношения. И мы ее потихонечку совершенствуем, и мы узнаем, что человек совсем другой. Ну, правильно. Поэтому говорят, надо пуссу, чтобы понять, с кем ты находишься рядом, пуссу надо съесть. Потому что, может быть, под впечатлением, а потом пообщаешься, пообщаешься с ним, оказывается, он совсем другой человек. Ну, может быть, он прекрасный человек, просто друг. Просто да. Ну, допустим, ты бы хотела с ним посидеть, там, свечки поставить, ужин приготовить, чтобы он посидел, поговорил с тобой, там, о стихах блока, там, или еще о чем-то, да, вот, чем ты сейчас заинтересована. А он сидит, ногой дергает, и футбол смотрит, и пирожок ест. И тебя это начинает раздражать. Ну, что за это самое? А ты уже с ним сдружилась, ты уже его к себе пригласила, и тебе уже никуда не деться. И он тебе говорит, да посмотри футбол, да посмотри футбол. И ты вынужден теперь футбол сидеть с ним смотреть, а там, как они бегают, а он орет в этот момент, гол, гол, а тебе это раздражает. Да, ты не знаешь, что делать, и ты в оковах этики своей. Ты должна быть вежливая, ты для того, чтобы сохранить эти отношения теплые, должна ему подыгрывать, да, гол, гол, смотри, гол забили, да, сама внутри себя, вот. Ну, и каждый раз так получаю. Ну, не тот человек просто. А чтобы найти того человека, надо весь мир обезтили. Уже не бывает, что в соседнем подъезде родиться именно для тебя, понимаешь? Ну, да. Это, по-моему, трудно. Ну, мужчины, я так скажу. Футбол и мужчины – это все-таки очень близко. Это надо принимать как необходимость, неизбежность. Вряд ли стоит раздражаться по этому поводу. Радуется, Слава. Для меня как-то все время было радостно. Если человеку хорошо, то и мне хорошо. Ну, понятно, но если он каждый вечер это делает. Ну, каждый вечер, конечно, перебор. А ты внимания ждешь. Ну, понятно. Нам надо, чтобы мы были самими собой. Нам очень нравится, и мы действительно счастливы, когда человек сам собой является, ему не надо притворяться. И вот он сказал ему, слушай, я устал или устала, давай отдохнем, чтобы он тебе не говорил. Да нет, надо сейчас вот это сделать, это дрова наколоть. Слушай, ты что, отдыхать будешь? Ты что, с ума сошла? Шу. Такое нельзя понимать. Ну, конечно, женщине приходится терпеть, потому что она же как слабое звено, как говорится, потому что у нее другая принадлежность. Да, она должна быть гибкой, иначе ей будет очень трудно самой. Поэтому вот... Она должна родить детей на ноги, поставить свою энергию вот на это сейчас приспособление. Ну, это, конечно, очень сложный вопрос. А что он там говорил о сексе? Да, так вот он сказал, что сексуальность – это тоже предмет творчества. И человек может именно в сексуальности раскрывать свое творчество очень сильно и даже не то, что тренировать, каким-то образом увеличивать свое творчество, если ты будешь свободен и, естественно, в сексуальности. То есть творческие личности выдающиеся, они все сексуальные личности? Нет, она, кстати, не связана с этим. Это сексуальность не супер. Вот имеется в виду, что если ты хочешь начинать развивать свою личность, то сексуальность – это как один из предметов именно развития творчества своего, потому что там ты можешь проявиться полностью и в естественном виде. Что он под этим подозревал? Я не понимаю. Что имеется в виду? Сексуальность? Это тоже творчество, да. Что это не просто как влечение полов, а то, что проявление сексуальности – это тоже объект творчества. Ну, в тантра-йоге, тантра-йога вся на этом построена, что само взаимодействие мужчины и женщины должно быть определенным образом, гармонично из этого получается. Но это тантра-йога. Почему мы делаем, что тантра – это как раз упорядоченность. А сексуальность, вот как творческий элемент, она непредсказуема. Она идет откуда-то изнутри. И когда ты эту естественность чувствуешь, у тебя именно открываются вот все какие-то… небывалые способности, небывалые ощущения. Вот смотри, я всю жизнь, сколько себя помню, вот засыпаю, засыпаю, когда я все время думаю о своих вот этих творческих проблемах. Как мир устроен, как мозг устроен, как устроены отношения людей. Ну, то есть у меня генотип такой, что я все время пытаюсь понять, как устроен мир. Поэтому я к тому разряду отношусь, которые любят мыслить, мыслители, да, вот все время я думаю. И второе, вторая ипостась у меня, когда я переключаюсь, вот, например, засыпаюсь, чтобы лучше заснуть, ну, это у меня так. Я вот все продолжаю думать, как же мозг устроен, как это, самонаблюдением занимаюсь там, и так далее. А вторая ипостась, когда я хочу переключиться, я думаю о женщине. То есть у меня переключение между сексуальной стороной и научной стороной. Вот смотри, как интересно. На женщине я там, когда думаю, я замечтовываюсь и засыпаю. Понимаешь? И вот лавируя, дрейфуя между двумя этими ипостасями, я и нахожу какое-то, отпускает меня, я нахожу решение тем вопросом теоретическим, научным, которые я все время обрабатываю. Вот как купаясь между, дрейфуя между этими ипостасями. То есть для меня сексуальность в этом отношении. А я еще думаю, знаешь, что я тебе скажу? Вот эта вот энергия сексуальная, о которой говорил Фрейд, и все построил на этом. На самом деле она не сексуальная. И у меня она не сексуальная. Она на самом деле, это та абсолютная, абсолютная вот эта энергия, которая называется прана или как-то еще называется. Ну, у мужчины вот в таком возрасте, когда у него еще гормоны, так сказать, работают, она обретает сексуальный характер. А где-то на другом уровне, ну, там говорят мифологические или метафорические чакрами, когда чакры там включаются, те или иные, выше, выше, выше. Это уровни включенности, уровни задействованности человека во взаимодействии с собой и с миром, с чакрами называется. Ну, некоторые думают, поскольку примитивно они нарисованы картинками, они так и думают, что чакра там находится. На самом деле это функциональные системы, которые активируются в зависимости от доминанта, которые сейчас работают у человека в мозге. И вот, мне кажется, вот эта прана, о которой в Индии говорят, в древнекитайской, это называется уже ци, ци, цигу, там управление энергиями, да, а в Индии прана, так вот на самом таком, первом уровне, это будет сексуальная энергия. Так что Фрейд, когда говорил о сексуальной энергии, и все время говорил о сексе, на самом деле говорил о абсолютной энергии, о праве. Ну, в общем, о каком-то вхождении в поток, как вот мы говорили, да, вот как раз об этом он и говорил, вхождение в поток, когда у тебя, как все части, которые, да, все твои творчества складываются в одно и в одно направление, достижение цели. Ну, я так думаю, что если секс хороший, то в поток все входят. Ну, там же есть как разгрузка у нашей алтай-болта или повторяемое действие, в ритм которого ты входишь, а там это фриксии. А там, да, ритмические движения. Миссии движения, причем частота их нарастает, 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 до максимума напряжения, а потом сброс. Я этим хочу... Учление исчезает и остается вот переход в другое состояние мозга, дефолт мозга. Самое я делал сейчас ролик о том, что когда человек бежит на последнем уже дыхании, когда уже сил не хватает, ему надо до финишной ленты еще добежать, там 200 метров, он изо всех сил напрягается. То же самое там, напряжение, напряжение, напряжение. Когда соединяется ум, эмоции и телесные движения согласовываются, синхронизация. Когда получается в этой точке напряжение, это есть максимальная погруженность, максимальная сосредоточенность. Там, когда соединяются все три аспекта, ум, сердце и тело, единое в направлении движения, достижении цели. То же самое, как я когда засыпаю, я думаю о женщине и думаю о науке, дрифую, дрифую, и то же самое, механизм, и то же самое, поток, то же самое поток в рисовании, или в писании стихов. Но мы об этом еще должны поговорить, это очень интересная тема, то, что мы сейчас затрагиваем, потому что они всех касаются. Да, конечно. Ну, все мы одинаковые, и мне это очень нравится. Ну да. Не только нас касается, да, и дюймей. Есть какие-то нюансы, есть какие-то нюансы, а так на самом деле одинаковые. Я еще хотел сказать, что все-таки женщины и мужчины отличаются друг от друга. Да, так, конечно. Права у них должны быть... Права у них должны быть... Для граждан, для граждан одинаковые права. Физиология разная, естественно, есть особенности. И когда пытаются говорить, что женщины и мужчины одинаковые, имеется в виду в правах, в свободе, а не в том смысле, что они вообще одинаковые. И поэтому я про эти гендерные дела не буду сейчас трогать, а то накликаем на себя. Только задачи разные, поэтому и мужчины, и женщины, они же для разного предназначены для своих обязанностей. Конечно. У меня есть картина, я не знаю, ты это видел или нет, я тебе в следующий раз покажу, она называется «Старый друг». Это о том, что вечная любовь между мужчиной и женщиной, вечная любовь, когда она человеческая. Потому что всякая сексуальная и всякая целенаправленная и всякая она разрушается, а если есть между ними человеческая, она вечная. Она вечная, да. Ладно, спасибо тебе большое. Да, спасибо вам. Давай мы еще потом, через некоторое время встретимся и поговорим. Обязательно. Вот можно все про совесть будет поговорить, я немного соберу информацию. Да, про совесть, про искренность. Потому что очень большая проблема, я однажды написал там, что быть искренним собой это очень сложно, это столько надо комплексов преодолеть, это надо такую смелость, храбрость, мужество, быть искренним самим собой. Понять, зачем я с тобой разговариваю, для чего мне это нужно, зачем я тебе написал письмо, что я при этом на самом деле хотел. Да. Копаться в себе, вот это искренне. Я написал такое с этом, и вдруг какая-то девушка мне написала, да что вы ерунду говорите, нет ничего проще быть собой искренним. Я думаю, маленький, маленький, был, 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 был. Счастливы люди, которые так думают, но тем не менее, мы все играем какие-то роли, я надеюсь, ну, не все, а большинство, и чем открытие видим мы мир, чем наш мозг более открыт к познанию, к пониманию, к принятию, тем меньше ролей мы играем, и тем мы естественнее. Да, да. И вот, кстати, да, и Тиксенте сказал, что вот чем естественнее мы, тем мы более творческие, в любом творческом процессе. Счастье быть собой, да, вот оно, это об этом, видимо, говорит другими словами, я думаю, что все нормальные люди, интуитивно, именно одинаково все понимают. Да, там в душе мы все это понимаем, ну, что такое душа? Это как раз-таки вот это, инстинктивное ощущение мироустройства. Природное ощущение. Вот я интуитивно чувствую, что да, мир такой, мое мироощущение. А потом с возрастом, оно при опыте взаимодействия с жизнью, оно становится из мира ощущения мировоззрением. Мировоззрение. Ну да, это когда уже во внешне ты ее выдаешь, оно уже получается как воззрение, а ощущение, оно в тебе внутри. Мироощущение, да. Я родился такой, меня никто не изменит, и тебя никто не изменит. Это нельзя, может, только реализовать или не реализовать. И если этот потенциал могучий, мощнейший, творческий потенциал, а это и есть энергия, если энергия не реализуется, если она не кристаллизуется, если она не оформляется, не систематизируется, и так далее, не материализуется, в деяниях наших, в делах, если мы не даем, или нам не дают ее реализовать, то есть наши таланты и способности, если кто-то мешает нам реализовывать, этот потенциал могучий, творческий, и он же нас и разрушает. Да. и начинают, или еще что-то, ты, например, пытаешься что-то сделать, нарисовать, или дом построить, или там что-то создать, а тебе кто-то говорит, да ерунда это все, кому это надо, хуже этого нет. Когда нам не дают открыть себе творца. Я не знаю, в Америке дают открыть себе творца, больше законов, которые позволяют человеку раскрыть свой потенциал, или нет. У нас пока законов нет, которые помогают быть творцом. Нет пока все такие расплавчики. Я не думаю, что они особо заинтересованы именно в творческом выражении. Весь, в основном, бизнес идет. Но для них бизнес – это и есть самовыражение и творчество. Немного другого порядка. Главное – заработать. Ну, правильно. У них такой вектор, материальный вектор. На Востоке был, раньше, духовный вектор. Россия между Западом и Востоком. И поэтому мы как раз таки и хотим вот это вот. Да, снижение. Это мы. Россия, генератор будущего совместно, совместно создавать на основе науки человечности, которой не хватает, из-за чего мир разрушился. Да. Наука человечества. Вот то, что мы с тобой сейчас обсуждаем. Мы говорили, да. Очень важно. Конечно. И очень интересно. Спасибо тебе большое. Да, спасибо, Хасай. До встречи. До свидания. До свидания.